Информативность и краткость. Под таким девизом прошло заседание штаба по строительству. Вопросы ставились четко и ответы носили деловой характер. А все потому, что большинство подрядных организаций, которые работают на территории муниципалитета, выполняют свои обязательства вовремя и качественно. В последние годы в Ленинском районе активно ведется строительство жилья, а вместе с тем социальных объектов. До 2020 года будет реализовано порядка 14,5 миллионов квадратных метров жилья со своей инфраструктурой и дорогами. Ленинский район необходимо рассматривать как территорию, интегрированную в столичный регион. Такая близость к Москве, она, с одной стороны, выгодно отличает Ленинский район от других муниципальных образований Московской области, с другой стороны, предъявляет ряд требований к органам местного самоуправления, застройщикам, которые на этой территории работают. В принципе, цель и задача у нас здесь одни – создание нормальных комфортных условий на этой территории, ее комплексное планировочное развитие. На заседании был поднят один из волнующих всех жителей района вопрос о сроках сдачи нового корпуса инфекционной больницы. Подрядчики доложили, что работы завершатся в срок, финансирование поступает и проблем со строительством нет. Приятная новость для автомобилистов. На днях завершились торги на проведение ремонтных работ Белокаменного шоссе. И вскоре мы сможем, наконец, проехать по дороге без ям и колдобин. Там будет преднаконность на реконструкции с увеличением полосности. Эти работы планируется выполнить до 1 сентября. Будет перенесена линия уличного освещения. И, соответственно, все эти работы будут выполнены в сроках. Планов по развитию района много. Все они потихоньку воплощаются в жизнь. Благодаря тому, что крупные застройщики возводят микрорайоны сразу с инфраструктурой, поселения не будут чувствовать нехватку социальных объектов, что очень важно для комфортного проживания. Юлия Погосяна, Евгений Петров, Екатерина Чернышева. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова